Музыка Память о нем в виде урока, памяти Сергея Вихарева, который сейчас будет проводить Виктория Терешкина, это инициатива самих артистов. Они хотят вспоминать своего товарища, соратника, друга и наставника. Комбинации очень простые для запоминания, но сложные для ног, так что дозируйте. Для кого сегодня спящий, красавица, Тимурчик? Деми. Полупальцы. Еще деми плея. Полупальцы. Блин, ну что-то я не поняла про Дубра. Вперед, подождите. Сергей, конечно, продолжил традицию класса легендарных педагогов Муринского театра. Эти педагоги, которые отвечают за методику, за правильность и чистоту исполнения, они передают из поколения в поколение высочайший уровень владения классическим танцем. И в театре нас так и стали называть класс Вихарева. Эти классы отличались особой сложностью и нацелены были на гиперформу, постоянное такое совершенствование. После них, конечно, ты ходил такой еле живой, это все время, как будто ты сдаешь такой госэкзамен в школе. Но ты был уже готов не только к репетителю, но и к любому спектаклю, и к любой хореографии. То есть тело уже было невероятным тонусом, это очень хорошо закаляло. Это был его театр, а он этому театру принадлежал. Танцовал, когда учился в школе, когда танцевал, и когда после танцев начал заниматься репетиторской работой, постановочной работой. И он работал на этот театр. У него высочайший вкус был, и этот вкус он насаждал нам. То есть у него нельзя было сделать как-то вот не так, что резануло бы его самого. Какой-то очень особый острый ум, искрометную колкость, точность, меткость комментариев. Да и чувство юмора в целом. Его комментарии, даже очень злые, даже вне этического поля, они меня всегда восхищали. Особенно своей точностью и моментальностью. Он обожал Олесю. Вот это что, первое про педагогическую деятельность, мне хочется сказать, что он обожал Олесю. Я как раз выжила после рождения первого своего ребенка. У меня не было педагога. Те люди, которым я доверяю, предложили мне кандидатуру Сергея Геннадьевича. Вдруг неожиданно, потому что мужчина, я женщина. Как-то это совершенно... Ну, такого раньше не было. Олеся же тоже очень незаурядная личность. И он настолько это ценил. И так ее любил. И так хотел ей помочь. И так это было... Ну, бывали очень смешные моменты, когда, допустим, Сережа репетирует с Олесей, а мой Володя Ким репетирует с партнером Олесиным. И вот Сержик сидит и говорит. «Вовик, Вовик, ну скажи Олесе, чтобы она длиннее ногу на эти тюди держала». Володя спрашивает. «Серж, ну что, ты не можешь?» «Ну, я не хочу ее обижать». Я даже не задумывалась. Я знала, для кого я иду в театр. Я шла именно для него. Сергей очень интеллигентен. Он никогда не повышал голос. Он всегда очень четко обрисовывал ту проблему, за которую артист, например, что-то не получал. С той или иной движения или образ, роль. Это был настолько профессиональный подход к артисту, к его особенностям. Особой строгости, оценки и страха, как обычно бывает у этих педагогов, входя в зал, как раз таки вот у Сережи мы его не испытывали. И Вихарев создавал атмосферу у семьи. Но он не давил на людей, которые с ним репетировали, так скажем, на его учеников. Нет, он пытался помочь им, отредактировать их. Он любил их редактировать. Он все-таки хотел, чтобы они шли впереди. Его отношение уже ко мне тоже приобрело немножко иную форму. Когда я стала делать свои проекты современные, он увидел меня уже по-другому. И ему было очень понятно, почему я иду таким путем, что меня движет. Его оценка и критика сразу давала мне новый класс понимания спектакля и себя вновь. От них импульс должен был идти, а он им помогал в этом импульсе. Он никогда не запрещал. Говорил, нет, ты не иди налево, а иди направо. Хочешь пойти налево, пойди. Давай посмотрим, что получится. И Сергей Иванович мне пытался уговорить, сказать, что нет, танцующий должен развиваться. И не только классик. То, что он сам и делал, он искал постоянно какое-то самовыражение вне стен Морецкого театра. Его настрой и любовь всегда вели нас. Он не просто нам давал знания, раскрывал потенциал максимум в каждом. Он еще умел создать вот эту дружелюбную, профессиональную и очень человеческую атмосферу. Поэтому к нему тянулось. Я никогда по-настоящему не мог его прочитать и понять, что там внутри у него происходит. Я, будучи в Питере, он пригласил меня встретиться и пойти вместе в ресторан. Я был тогда в каком-то очень эфорическом настроении, в сверхвеселом. Что-то шутил, идиотничал, клоунировал. Сережа как-то не подключался к этому. Он не улыбался, он просто молчал или что-то так резко комментировал. Внезапно, закончив какое-то блюдо, полностью закончив блюдо, он невозомыщимо положил приборы и сказал, «Оставайся тут дальше один», встал и ушел. Сережа был очень хрупкий. И это понимали люди, которые его любили, ценили и знали, это понимали. Не спросила, не поделилась, не рассказала, не похвалила. Это очень много всего. Конечно, сегодня мне очень не хватает его совета, его взгляда. Я постоянно ощущаюсь какую-то некую пустоту, которую он заполнял в моей профессиональной жизни. Он был носителем вообще идеи. Он был один из редчайших людей, который фокусировал в себе саму художественную идею Мариинского театра, Мариинского балета. Мариинского балета. Аплодисменты. КОНЕЦ Продолжение следует...